Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Ripple может заменить XRP на альтернативный токен, заявил глава компании Брэд Гарринхаус. После этой новости моя личка буквально наполнилась вопросами о том, что вообще это значит и чем чревато для будущего токена XRP и его холдеров. Есть некоторые, которые даже решили продать свои XRP от греха подальше. Ну что ж, для того, чтобы ответить на эти вопросы, я посмотрел и проанализировал полное интервью Брэда Гарринхауса на CNBC. И, конечно же, выделил самые главные моменты, можно сказать, хайлайты. Давайте разбираться, речь пойдет также и о биткоине, о том, выживет ли он вообще или нет. С точки зрения, конечно же, главы компании Ripple. Это был очень сложный квартал для блокчейн-компании Ripple. Она до сих пор разбирается с регулятором в США по вопросу, является ли XRP ценной бумагой или все же цифровым активом. Они даже разорвали отношения с MoneyGram, хотя для будущих отношений все же надежду сохранили. Но сейчас Ripple создает платежные решения в Азии. Брэд Гарринхаус, директор Ripple, присоединился к нам сегодня. Давайте поговорим сначала о судебном процессе. Вы очень активно обсуждаете это со своим сообществом. Почему вы рассматриваете это как атаку не просто на Ripple, но на всю индустрию? А также расскажите о своем запасном плане. Что случится, если Ripple проиграет этот суд? Что это будет значить для вашей сети? Доброе утро, Джулиет, и с первым апреля вас. Но то, о чем мы сейчас будем говорить, это точно не шутки. Мы относимся к этому очень серьезно. Хорошие новости заключаются в том, что такие люди, как Мэри Джо Уайт, бывший председатель СЕК, говорят о том, что комиссия смертельно не права. Она говорит, что СЕК не права и с точки зрения фактов, и с точки зрения закона. Она думает, Ripple выиграет, и мы тоже так думаем. Но, как вы сказали, есть шанс, конечно, что судебная система не согласится с этим. Ничего страшного, мы продолжаем получать клиентов. С момента начала этих судебных разбирательств у нас появилось 20 новых клиентов по всему миру. Я думаю, рост сети продолжится еще быстрее в других странах. Интересно то, что этот суд ускоряет развитие блокчейн-инноваций и криптовалютной индустрии за пределами Соединенных Штатов. Я не думаю, что это в интересах самих США. Вот с этим я полностью согласен. Что будет, если Ripple не сможет и дальше чувствовать себя комфортно в Соединенных Штатах? Ну, конечно же, они переедут в Юго-Восточную Азию, например, Сингапур, Малайзию. А в Европе кандидатами могут быть Великобритания или Швейцария. Да, в принципе, любая страна, которая даст четкую регулятивную ясность и дружественную юрисдикцию для компании Ripple. Сможете ли вы работать дальше, но уже без XRP? Возможно, вы обсуждали какие-то альтернативы. Может быть, вы уже их тестировали? Альтернатива XRP. Вот и флешбек к статье, которую я показывал в начале видео. Я понимаю людей, которые видят такие заголовки и начинают переживать, поэтому нужно копнуть немножечко глубже, чем это делают обычные журналисты. Иногда цитаты, вырванные из интервью, могут полностью перевернуть смысл контекста, поэтому нужно все изучить и сформировать свое личное мнение. Альтернатива – это решение проблемы в США. Если будет необходимость, конечно же. Конечно, это может быть частью решения. Я думаю, странно, что у комиссии SEC вообще есть право выбирать, кто из криптопроектов окажется победителем. Они сказали, что биткоин – это неценная бумага, что эфириум – тоже неценная бумага. Но вот все остальные проекты, я думаю, всегда в зоне риска. Особенно учитывая то, что они делают против Ripple. Ну да, мы можем сделать альтернативу. Он сказал, мы можем сделать альтернативу. Но значит ли это, что они действительно хотят заменить XRP? Не думаю. С моей точки зрения, речь вообще не идет о замене XRP на другой токен, особенно в странах, которые не являются Соединенными Штатами. Ну да, мы можем сделать альтернативу. Но мы всегда думали о нашем продукте, прежде всего, о том, как решить проблемы наших клиентов и трансграничных платежей. И это та причина, по которой сейчас наша сеть пересылает миллиарды долларов в платежах. Знаете, множество холдеров XRP, с которыми я говорил, расстроены личным аспектом этого иска. Комиссия говорит, вы продали XRP на миллионы долларов. Как вы ответите на эти обвинения? Можете ли вы быть более прозрачными? Да, диверсифицировать свои сбережения – это нормально, но хотелось бы больше прозрачности. Я слежу за развитием этого судебного процесса, но некоторые вещи публично я не комментировал. Колесо правосудия раскручивается медленно, поэтому очень важно, чтобы факты были прозрачными. Мы слышали эту историю с точки зрения комиссии. Но дело в том, что и я, и сама компания Ripple были прозрачнее всех в криптоиндустрии. Мы всегда показываем, что мы делаем. И поэтому я нахожу ироничным то, что SEC подала на нас в суд. Потому что они обвиняют нас в том, что мы работали с незаконными ценными бумагами и должны были это знать. Но дело в том, что сама комиссия многие годы не могла сказать точно, является ли XRP ценной бумагой. Даже в их судебных бумагах они написали, что это определит суд. Что, конечно, приносит какое-то противоречие. Если это должен будет определить суд, то как я лично мог знать это? Слушай, это отличный аргумент. Колесо правосудия раскручивается медленно. И на данный момент он, как глава компании, немного связан в своих публичных обращениях из-за того, что судебный процесс еще не закончен. Но пойми одну вещь. Этот человек развивает всю систему Ripple. Весь токен XRP, как и любой другой генеральный директор любой другой компании. Может поэтому у него есть право иметь какое-то количество XRP. Понятное дело, продавать его тоже. И самое интересное то, что если сама комиссия по ценным бумагам и биржам США не может назвать, точно ли XRP является ценной бумагой, и что это должен обозначить суд в будущем, то как в прошлом сам Гарринхаус мог и может это знать сейчас. Иронично, не так ли? Вы говорите, вам нечего скрывать, и Ripple тоже нечего скрывать. Абсолютно так. Мы уже не раз говорили с вами об этом. Ripple годами был максимально прозрачной компанией. Каждый квартал мы выкладываем подробный отчет, в том числе и о том, что мы делаем с нашими XRP. И мы всегда держим связь со всей индустрией. Думаю, такой уровень прозрачности необходим и остальным. Что ж, как минимум насчет прозрачности, а особенно счетов XCrow, мы имеем полную возможность наблюдать это чуть ли не в реальном времени. Для этого даже существует специальный бот. Не уверен, что это, например, у Бутерина есть. А ведь разница, в принципе, не очень-то и большая. И там, и там есть какой-то центр. Есть центральный человек. Да, сеть со временем становится децентрализованнее. Именно поэтому статус какого-то цифрового актива вначале может быть ценной бумагой, а в конце может быть и валютой. Но даже несмотря на это, уровень прозрачности Ripple все-таки остается выше. Самое болезненное – это недостаточно четкое регулирование в Соединенных Штатах. Даже несмотря на то, что вы работаете в других странах. Думаете ли вы, что существует риск, что прогресс, который будет наработан в сфере децентрализованных финансов, например, или может быть создание глобального стейблкоина, фактически оставит вас позади и все, что вы пытаетесь делать со своей платежной системой. Является ли это для вас угрозой? Ну, конечно, вы правы. Насчет недостаточно четкого регулирования и того, что это влияет на всю индустрию. Подчеркиваю, на всю индустрию, а не только Ripple. Здесь, в США, есть риски, что это приведет к отставанию индустрии именно в Америке. Ripple решает проблему глобальных трансграничных платежей. И мы работаем, если честно говорить, со многими центральными банками по всему миру. В том числе и над инициативой о создании глобального стейблкоина центральных банков. Да, действительно, об этом мы уже говорили, что некоторые центральные банки, несмотря на действия Соединенных Штатов, работают с Ripple ради создания блокчейна для цифровых валют центральных банков. Я и видео даже снимал об этом. И это очень хорошие новости для криптоиндустрии в целом и в частности для XRP. К тому же мы видели, что администрация Обамы рассматривала XRP как валюту. И мы думаем, что новая администрация комиссии также примет эту позицию. Итак, это была первая часть этого интервью. Основная идея этой части интервью в том, что Брэд Гарленхаус сказал, что частью решения проблемы в США может быть замена XRP на какую-то альтернативу. Но это только в случае проигрыша Ripple этого дела. Брэд называет этот план аварийным и чрезвычайным. А теперь давай перейдем ко второй части интервью, которая посвящена биткоину. Это очень важная часть интервью, которая показывает нам существующий тренд в мире финансов насчет экологии и безопасности для окружающей среды. Да, такой нарратив мы все чаще и чаще видим и скорее всего он будет только углубляться. Давай послушаем. Целый ряд средств массовой информации сейчас фокусируется исключительно на биткоине. От этого факта нам не убежать. Кто-то из представителей индустрии сказал мне, что биткоин слишком большой, чтобы рухнуть. Регуляторы могут прийти за ним и атаковать его, но у них ничего не получится. Но они все-таки смогут кое-что сделать. Например, запретить регулированным бизнесам оперировать с биткоином. Что вы скажете? Видите ли вы целую волну атак регуляторов? И если так, то почему это произойдет? Я думаю, биткоин никуда не денется. Когда мы впервые с вами встретились, криптоиндустрия стоила 100 или 200 миллиардов долларов. Сейчас капитализация крипторынка достигла почти 2 триллионов долларов. Не думаю, что стоит волноваться о том, что биткоин может рухнуть. В конце концов, мы должны заботиться только о том, решаем ли мы проблемы или нет с помощью этих технологий. Если же это просто спекулятивный хайп, то эта технология не выживет. А биткоин решает реальную проблему. В этом нет никаких сомнений. Это средство сбережения. Но что насчет проблемы платежей? Когда ты используешь майнинг для подтверждения транзакций, ты сжигаешь огромное количество энергии. Билл Гейтс недавно сказал, что биткоин транзакции это наименее эффективный способ транзакции, когда-либо созданный человеком. Это не значит, что биткоину придет конец. Наоборот, я верю, что он будет очень успешен. Хм, забавный график, который показывает энергопотребление разных стран в сравнении с биткоином. Биткоин потребляет больше энергии, чем Чехия, Чили и Греция. Это необычно. Использование же XRP для транзакций в сотню тысяч раз более эффективно в плане энергопотребления и скорости этих транзакций. Это интересно, ведь люди только начали говорить об этом. Например, такие компании, как Tesla, PayPal инвестируют во что-то, что так дорого обходится в окружающей среде. Без разницы, что это, биткоин, эфириум, XRP или остальные инновации в финансовом секторе. Как по-вашему, экологические проблемы, что они провоцируют, на самом деле сдерживают прогресс цифровых активов? Ну, я думаю так, индустрия должна собраться вместе. Если мы хотим, чтобы эти технологии имели влияние, чтобы они реально революционировали финансовую систему, не только платежную, страховую, охранную и так далее. Есть очень много отраслей, которые блокчейн может изменить и сделать эффективнее. Я думаю, мы должны понять, что иногда технология версии 1 должна эволюционировать дальше. Например, Proof of Work, как способ подтверждать транзакции, устарел и неэффективен. Именно поэтому я высказываю уважение эфиру за его усилие перейти на рельсы Proof of Stake. Я думаю, именно этот путь позволит этим технологиям сделать то, к чему мы и наши клиенты стремимся. И да, экологические проблемы и углеродный след могут затормозить успех этих технологий. Брэд, последний вопрос, очень быстро. Я знаю, вы биткоин инвестор. Думаете ли вы, что биткоин слишком большой, чтобы потерпеть неудачу? Я думаю, биткоин точно никуда не уйдет. Вот и все. Кстати, если ты не знал, Брэд Гарлинхаус, глава Ripple, действительно инвестирует в биткоин. А цена XRP тем временем все поднимается по этому треугольнику и уже выросла от 17 центов почти до 60. Также капитализация криптовалют приближается к 2 триллионам долларам. Эфириум, наконец-таки, взял 2000 долларов. У него это заняло больше времени, чем я думал. Так что я настроен позитивно и все просто отлично. Хотя, конечно, если читать комментарии под такими постами в Твиттере, понимаешь, что люди сходят с ума. Они думают, что Брэд Гарлинхаус решил всех слить. Но я так не думаю, посмотрев интервью полностью, а не просто прочитав эти заголовки. И вообще, посмотри на это. Это было всего лишь год назад. Не забывай эти плохие дни. Потому что именно они дали нам возможность заработать очень много. Если ты пережил такое, ты заслуживаешь всего того богатства, что криптовалютный рынок тебе сейчас дарит. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Ставь лайк, если видео тебе понравилось. Не забудь подписаться на канал, телеграмм, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поделиться видео с друзьями, прокомментировать. Обязательно, наконец-таки, разбогатеть. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok